Чарльз Свиндол Мне вспоминаются слова Чарльз Свиндола. Каким бы ни было ваше прошлое, будущее всегда ярче, чем можно себе представить. Почему? Потому что Бог с удовольствием использует разбитые сосуды. Он с удовольствием это делает. Он любит это делать. Как же восстановить разбитый сосуд? Путь есть. Роберт подошел к пастору и говорит, «Я наделал глупости. Простите меня, пожалуйста, за то, что я натворил». И он начал рассказывать страшную историю. О том, как он присваивал себе деньги, о том, как изменял жене, как пил, и многое другое там было. Но у него было сокрушенное сердце. И эта церковь вернула его к полноте жизни и служения. Но часто бывает по-другому. Да, люди сокрушены, сердце их сокрушено, а их просто выбрасывают. Выбрасывают, потому что человек разбит. А кому нужен разбитый человек? Разбитое сердце. Бог не выбрасывает разбитое. Он ремонтирует, он восстанавливает и делает лучше, чем было раньше. Но вот эта разбитость, это смирение для грешника, ну, например, для таких людей, как Джефф, это тоже особый вопрос. Вот он упал, он лежит на земле, никто его не поднимает, никто к нему не подходит, но Бог продолжает трудиться в его сердце. И Бог его сокрушает. Но вы знаете, для того, чтобы некоторых людей сокрушить, нужно много силы, потому что у них сильная и упрямая воля. Но у Бога есть сила, и Бог нас любит. И Бог не позволит нам остаться вот в этом состоянии. Да, больно, когда тебя сокрушают, но это лучшее, что может произойти. Писание говорит, «Близок Господь к сокрушенным сердцам и смиренных духом спасает». Так что же такое сокрушение? Мы постоянно говорим сокрушение, сокрушенный. По большому счету, это гибель. Гибель наших попыток надеяться на себя, гибель наших планов, гибель нашего желания самозащититься, гибель нашей собственной воли, когда мы понимаем, что я больше не хочу ничего прятать, я не могу ничего прятать от Бога. Мы сокрушены перед Богом, Бог показал нам наш грех, мы не пытаемся оправдываться, мы не пытаемся как-то объясняться, мы просто умерли для себя. В моей жизни такое бывало. Я, честно говоря, был очень упрямым человеком. Богу приходилось меня сокрушать. И я помню эту гибель, упрямство во мне, когда я понимал, что мне нужно умереть для себя. Вот именно тогда Бог начинал трудиться. Именно так Бог начал трудиться и в жизни Давида. «Тебе, Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал». Сокрушенность — это не просто сожаление о последствиях греха. Есть люди, которые просто сожалеют, что их поймали. «Вот жаль, меня поймали». Нет, это не сокрушение. Дело не в том, что мы начинаем заботиться о последствиях. Дело в том, что мы понимаем, что согрешили против святого и великого Бога, который любит нас, который послал Сына Своего на смерть за нас. Да, нам больно перед людьми так же, но прежде всего сокрушение перед Богом, потому что сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь Божия. Когда человек сокрушен, и это важно, вот падшие люди не всегда бывают сокрушенными, но если человек действительно проявляет сокрушенность, проявляет признаки сокрушенности, вот тогда, тогда этому человеку можно помочь, чтобы он встал, и чтобы он пошел дальше, и чтобы он дальше служил ради Господа. И вот здесь нужно быть очень осторожными, чтобы не осуждать людей, чтобы не судить людей. Но как только я вижу признаки сокрушенного сердца, я готов сделать все необходимое, чтобы помочь этому человеку, чтобы восстановить его. Образовательный ресурс видеосеминарии Святой Троицы — это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com Сокрушенное сердце проявляется по-разному. Бог по-разному всех нас сокрушает. Да, мы можем быть упорными, можем быть упрямыми. Порой много времени на это нужно, чтобы человек действительно был сокрушен. Но когда мы видим признаки сокрушенности, вот в тот самый момент нужно сделать все необходимое для того, чтобы помочь человеку встать на путь восстановления. Первый шаг — это сокрушенность. Никакого восстановления без сокрушенности не бывает. Есть люди, которые упали и продолжают после этого сопротивляться Богу. Они сопротивляются, и их сопротивление невозможно преодолеть. Но есть люди, которые сокрушаются, которые смиряются, которые каются. И вот тогда этим людям нужно помогать. Как же проявляется сокрушенность? Человек понимает, что он согрешил и перед Богом, и перед другими людьми. Что же делать сокрушенному человеку? Какие шаги ему предпринимать? Сегодня я хотел бы показать вам эти шаги. Кстати, поймите, пожалуйста, что нельзя воспринимать эти шаги формально. Это скорее такое направление. Те компоненты, которые должны быть на месте. Все то, что должно произойти для того, чтобы сокрушенный человек пришел к восстановлению. Да, конечно, у всех это бывает по-разному. Нужно быть гибким человеком. Нужно понимать, что Бог работает по-разному. Но все-таки определенные шаги есть. Я сегодня попытаюсь их сформулировать. Потому что именно это, насколько я понимаю, с библейской точки зрения, должно произойти с сокрушенным человеком. Субтитры создавал DimaTorzok